Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. 2 октября 1992 года была одержана первая победа в Отечественной войне народа Абхазии. В эти дни исполняется 27 лет со дня освобождения Гагры от грузинских агрессоров. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 и завершилась 6 октября, когда абхазские ополченцы вышли на границу с Российской Федерацией. Хронология событий в материале из архива Абхазского телевидения. 48 дней Гагрский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14.30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагрской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием. У остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь двумя танками Т-55 и двумя минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами. Особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17.50 силы народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника. А на Цандривском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевают за нашу землю. До последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли, как и через час возьмем. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на Абхазо-Российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера. К ночи сильно усилился. Стали выходить представители грузинской гвардии. Выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек. С абхазской стороны на Гагрском фронте погибли 108 человек. Из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделениям Хидриони и Тетри Арциви. После гагрской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба. Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После гагрского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. Временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией, введенное в июне 2019 года, отменено. Об этом сообщается на официальном сайте службы госбезопасности Абхазии. Напомним, что СГБ Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией 27 июня в связи с протестными акциями в Тбилиси и в приграничном с Абхазией в Гзугдитском районе. СГБ Абхазия В Абхазии вакцина поступила с соблюдением всех термических условий. Все документы были проверены и соответствуют нормам. По мнению специалистов, в первую очередь от гриппа необходимо привиться людям, входящим в группу риска. Это пожилые, маленькие дети, лица, часто болеющие бронхолегочными заболеваниями, люди с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Сделать трехкомпонентную вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлиниках Республики. Процесс интеграции российской и абхазской платежных систем завершен. Еще в июне платежная система АПРО начала обслуживать российские банковские карты системы МИР. А теперь в любой точке, где обслуживается карта МИР, будет обслуживаться и карта АПРО. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Более трех лет специалисты вели работу по интеграции двух национальных платежных систем – российской МИР и абхазской АПРО-Уорлд. Работа была направлена на организацию взаимного обслуживания двух карт. 11 июля был подписан договор между нашими системами. И первый этап запустился в июне этого года. В 2019 году первый этап был направлен на прием карт МИР в инфраструктуре АПРО. Это означает, что граждане Российской Федерации и вообще любые держатели карт МИР могут использовать ее в Абхазии. Национальная платежная система МИР была создана в 2015 году. Российские специалисты активно работают над ее интеграцией в экономическое пространство иностранных государств. Более года назад карты МИР были внедрены в Армении. По той же схеме система взаимного обслуживания была запущена и на территории Абхазии. Карты АПРО-Уорлд называются. Новые карты с новыми чипами, которые позволят держателям этих карт, преимущественно гражданам Республики Абхазия, использовать ее не только в Абхазии, как это было в последние годы, но и за пределами Абхазии в инфраструктуре НСПК МИР, то есть это в Российской Федерации, в Армении, в Турции и ряде других стран. Совершать операции по домашней карте, находясь за рубежом, главное преимущество, которое теперь получат держатели карты АПРО-Уорлд. Также нововведение позволит обеспечить дополнительный ресурс для банковской системы Абхазии. Помимо того, что комиссионные доходы будут появляться, денежные средства не будут вымываться из банковской системы. Ведь сегодня в Абхазии тысячи людей, у которых есть российские карты, на них лежат деньги. То есть речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Сегодня с появлением этой карты эти деньги будут находиться на счетах в банках Абхазии. Делать покупки и совершать различные платежи при помощи новой Абхазской карты за рубежом можно будет без комиссии. Лишь при обналичивании денег с держателей будут взиматься средства в размере не более 2% от запрашиваемой суммы. Сегодня картой первого образца АПРО владеют около 100 тысяч граждан. Замена будет производиться в порядке очереди с учетом истечения срока годности карт. В одночасье осуществить замену 100 тысяч карт не получится. Этот процесс займет несколько месяцев. Но он будет идти следующим образом. Ежемесячно несколько тысяч человек получают новые карты. Это связано как с приобретением новых карт, так и с заменой старых, у которых подошел к концу срок действия. То есть получается, что с октября месяца этого года, в частности в Сбербанке, новые карты, которые будут выдаваться в обмен на ранее выданные, они будут уже картой АПРО УОРЛ. Процесс оформления пластиковых носителей АПРО УОРЛ начнется в республике со следующей недели. А география обслуживания новой абхазской карты будет расширяться по ходу интеграции национальной платежной системы МИР в зарубежное пространство. Амелия Бисмарк, Томас Чакавани, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мирцхулава с делегацией Народного совета Сирийской Арабской Республики. В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, Тамила Мирцхулава отметила готовность ТПП способствовать открытию представительства палаты и торгового дома Абхазии в Дамаске и торгового дома Сирии в Абхазии. Она подчеркнула, что главная задача ТПП – оказать содействие сотрудничеству предпринимателей Сирии и Абхазии. В свою очередь представители Народного совета Сирийской Арабской Республики отметили, что намерены в случае необходимости оказывать содействие ТПП Абхазии в вопросах сотрудничества на уровне правительства Сирии. А совсем недавно Тамила Мирцхулава вернулась из Башкортостана, где проходил пятый юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, в рамках которого между президентами ТПП Абхазии и Башкортостана было подписано соглашение о сотрудничестве. Смотрите репортаж Гугуцы в Ардане. Ежегодный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит с 2015 года при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина в столице Башкортостана Уфе. В этом году в нем приняли участие около 2500 представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира. В рамках форума в общей сложности составилось 24 секции, которые были посвящены вопросам оказания, поддержки и развития малого и среднего бизнеса, безбарьерного сотрудничества, усилением позиций экспортно-ориентированных предприятий по вопросам логистики, сертификации, таможенного оформления. В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Абхазии и Башкортостана. Основную цель, которую мы преследовали подписанием данного соглашения, не ради соглашения, а ради обновления и укрепления двустороннего сотрудничества, наполненного конкретным содержанием, то есть реализации совместных проектов, направленных на содействие развитию бизнеса и оказание поддержки предпринимательскому сообществу как Абхазии, так и Башкортостана, и, конечно же, с целью увеличения товарооборота между нашими республиками. Кроме того, состоялись встречи с коллегами из торгово-промышленных палат различных регионов Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Обсуждались вопросы о возможности открытия представительства ТПП в Уфе, обсуждались вопросы организации выставки как абхазской продукции, так и башкирской на территории Республики Абхазия. Рассматривался вопрос открытия торгового дома Абхазии в Башкортостане и наоборот. При этом при поддержке и с участием представителей правительства Республики Башкортостана, обсуждались и возможности увеличения организации экскурсионных туров в Абхазию. В Уфе работает туроператор Полесси, который сотрудничает с коллегами из Абхазии уже много лет. Правда, пока что фирма работает только с отельерами Гагарского района. Нам было высказано пожелание и просьба оказать содействие в предоставлении контактов новых отелей, в нового фона. То есть это говорит о том, что желание приехать в Абхазию, особенно в сезон отдохнуть, у граждан Республики Башкортостана есть, и они готовы охватывать новые города нашей республики. По мнению Тамила Мирсхулава, участие Торгово-промышленной палаты в форуме прошло очень плодотворно, так как данный форум, являясь авторитетной площадкой для обмена опытом в вопросах развития и поддержки малого и среднего бизнеса, способствовав установлению новых деловых контактов. В Москве состоялась традиционная 61-я встреча Московской Абхазской диаспоры, посвященная Дню Победы и Независимости. На мероприятии присутствовали чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба, посол Никарагуа Альба Асусена Торрес-Мехия, депутаты Государственной Думы России, представители творческой интеллигенции и деловых кругов Абхазии в России. В праздничном концерте, посвященном Дню Победы в Отечественной войне, народы Абхазии приняли участие детский танцевальный ансамбль «Амцебс» и молодые абхазские исполнители Саида Агарба, Амилия Набарцец, Анастасия Сангуля и Ливан Пхаладзе. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов, температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова